Девушки отдыхают Так давно, что об этом уже никто и не помнит, среди народов Крайнего Севера существовало древнее племя ольхоков. Тысячелетия проносились над безжизненными пустынями. Скупое холодное солнце, изредка поднимаясь над горизонтом, едва согревало постоянно кочующие в поисках тепла и пищи разрозненные первобытные племена. Многое забылось с тех пор. Никто не знает, когда и куда исчезли ольхоки. Да и были ли они когда-нибудь вообще? И лишь легенда о каменном истукане, оставленном этим гордым племенем, передается из поколения в поколение. Добрый вечер, уважаемая публика! Добрый вечер всем, кто смотрит нас! Я Эшли Хьюгенс, ведущий программы Колумба науки. Сегодня у нас в гостях тот самый человек, который, согласно опросу общественного мнения, стал нашим Колумбом. Уже существует еще белое пятна на карте мира. Неужели есть еще места на земле, где не ступала нога человека и территории, которые спутники не обшарили бы своей аппаратурой? Да есть, сказал он, и поверг весь научный мир в шок, не боясь вызвать на себя огонь и стрелы своих оппонентов. Так кто же он? Этот герой-одиночка? Господин Гейзерман, молодой человек, если вам нужен Гейзерман, то я уже давно здесь. Итак, уважаемая публика, с удовольствием представляю вам профессора Иерусалимского университета Минахима Гейзермана. Прошу вас. Сейчас вы видите фотографии места, расположенного севернее земли Франца Иосифа. Они сделаны еще в конце Второй мировой войны. Именно они стали главным аргументом нашего уважаемого гостя. Ну, не самым главным, но весомым. Я думаю, что не надо быть большим специалистом, чтобы увидеть Гейзеры. Вот, облака пара. А вот эти нагромождения до недавних пор считали полями застывшей вулканической лавы. Конечно, по этим старым фотографиям мне трудно доказать вам, что это не лава, а вероятнее всего непокрытая льдом земля. То есть вы хотите сказать, что в районе Северного полюса есть место, где температура выше нуля? А именно это я и хотел сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас вы узнаете, кому же достанется содержимое этой коробки. А достанется оно тому, кто правильно ответил на все вопросы нашей географической викторины. Итак, победителем стал школьник из Нью-Йорка Джек Джеккерсон. Поздравляю тебя, Джек! АПЛОДИСМЕНТЫ А как вы думаете, что же в коробке? Кроссовки! Ключи от Кадиллак! Попугай-кокоду! Разве может сравниться попугай-кокоду или даже Кадиллак с фантастическим ореховым тортом? Но это еще не все! Джек получает приглашение в экспедицию профессора Гейзермана! Господин Гейзерман, прошу вас несколько слов в заключение. Какова же дальнейшая судьба вашего открытия? Через несколько дней наша небольшая экспедиция вылетает из Норвегии в район с северней земли Франции Иосифа. Президент России по телефону лично дал разрешение на проведение там исследований. И что же это за исследование? Пока секрет, но надеюсь, что мы вернемся с очень интересной информацией. Спасибо, господин Гейзерман. Будем с нетерпением ждать вас. Итак, наше время в эфире истекло. С вами был Эшли Хьюгенс. До новых встреч в программе Колумбы науки! Господин Гейзерман, несколько слов перед отлетом. Что вы считаете самым главным? Самое главное, что экспедиция состоится. Теперь осталось совсем немного. Слетать туда, сделать видеосъемку и вернуться. А вас не смущает самолет? Может быть, для такого сложного перелета нужно было бы выбрать более солидную машину? Наша снежная птица и есть солидная машина, сделанная по последнему слову техникой. Хотя с виду действительно не скажешь. Господин Гейзерман, и все-таки есть ли у вас какие-либо опасения? Да, есть. И очень боюсь, что из-за вопросов мы сегодня не прийдем. А если серьезно, меня беспокоят странные магнитные аномалии тех мест. Пока это загадка. Надеюсь, после вашего полета еще одной загадкой на Земле станет меньше. И я надеюсь. Итак, через несколько минут экспедиция в составе пилота первого класса Олафа Йенсена из Норвегии, инженера из Японии Акиры Митсуи, школьника из Нью-Йорка Джека Джефферсона и профессора из Иерусалима Минахима Гейзермана отправляются на поиски неизвестной Земли. Неизвестно, что ждет их впереди. Пожелаем же им удачи! Иерусалима Гейзермана Иерусалима Гейзермана Иерусалима Гейзермана Простите, господин Гейзерман, я вас разбудил. Ничего, ничего, коллега. Я немного задремал. Кстати, Акира, как ваша техника? Если не считать небольших искажений изображения, то все идет прекрасно. Прекрасно? И что же его искажает? То, чего больше всего опасались. Магнитные аномалии. Не беспокойтесь, господин Гейзерман, если это вы называете аномалиями, то это сущие пустяки по сравнению с моими некоторыми полярными полетами. Ничего страшного, воздушная яма. Воздушная яма? А по-моему, на месте этого вентилятора был когда-то магнитный компас. А вы, Акира, что скажете? К сожалению, все возможности магнитной записи себя исчерпали. Какое сильное магнитное поле? Неужели японская техника подведет? Будем записывать на лазерные диски. Правда, через каждые 15 минут их придется менять. Я думаю, Акира, мы включим ваш аппарат, как только увидим Землю. Такого я еще не видел. Что за черт? Самолет меня совсем не слушается. Приказываю всем надеть парашюты. Но, Ола, как же экспедиция? Каждый раз, когда за моей спиной люди, я всегда думаю о самом худшем. Даже ради науки бессмысленные жертвы совершенно не нужны. Кажется, Земля. Акира, немедленно включайте записи. Говорит Центр управления полетом. Снежная птица, немедленно возвращайтесь. Уже поздно. Всем приготовиться к прыжку. О, но ведь на Земле мы замерзли. Замерзнем, но хоть не разобьемся. И вы еще начни время шутить, провалиться мне на этом месте. О, но ведь на Земле мы замерзли. Все в порядке, Джек. А где же профессор? Надо его найти. Мне кажется, мы находимся на дне какой-то воронки. Нужно двигаться все время наверх. Да. Ох. О,視хор! О,視хор! О! 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 Мне кажется, мы летели не самолетом, а ехали в машине времени. Северный полюс, вечные льды. Но как мы найдем господина Гейзермана? Смотрите, Олаф приземлился здесь, я здесь, а здесь Джек, значит, профессор где-то рядом. Браво, Акино! Профессор, у вас все в порядке? Как видите, с моим очаровательным спутником я отлично скоротал время. Друзья, сегодня я по-настоящему счастлив, как ученый. Я много лет думал об этой земле, и вот моя научная гипотеза подтвердилась. Да, такое во сне не приснится. Джунгли среди вечных льдов. Райское местечко. Райское местечко. Туда, за валунами будет легче укрыться. Райское местечко. Райское местечко. Райское местечко. Субтитры сделал DimaTorzok Прощайте, друзья, мы погибли, но наши имена выйдут в историю науки. Прощайте, друзья, идемте. Даме неприлично отказывать. Даме неприлично отказывать. Даме неприлично отказывать. Знаете, друзья, я мог предположить всякое. И то, что здесь может быть скудная растительность. И то, что здесь даже могут обитать животные. Но я вам говорю, встреча с людьми для меня приятный сюрприз. Сюрпризы нас еще ждут впереди. Это жилище нашего вождя. От имени моих друзей я хочу выразить признательность вашему отважному воину, которая спасла нас. Зачем вы прилетели к нам? Мы прилетели, чтобы посмотреть на вашу прекрасную землю. Скажите, как вас зовут? Мое имя Гарсу. Скажите, Гарсу, почему ваша вождь такая грустная? Нашу подругу укусила ползучая лента. И скоро она умрет. А Кира наша аптечка? Есть. Ведите нас к вашей подруге. Зачем? Ведь она умрет, как умираем все мы. Даже мудрейшая джурга не может спасти. А кто этот джурга? Боже мой, ведь она еще совсем ребенок. Гарсу, попросите лишних уйти. Я не могу, ведь это сама джурга. Бабушка, идите подышите свежим воздухом. Невеселая бабуля. Бедная девочка. Все будет в порядке. Папа. Мама. По-моему, сейчас ей тоже понадобится помощь. Подруги, братья. Моя девочка будет жить. Люди с неба сделали чудо. Вы слышите? Она будет жить. Слушайте все. Моя девочка будет жить. Это сделали люди с неба. Это сделали люди с неба. Спасибо вам, братья. Даже мудрейшая джурга не могла спасти нашу подругу. Мы сделаем для вас все, что скажете. Будьте гостями, Ольхоков. Скоро сезон черного камня и огненных рек. Все еще будут просить у меня помощи. Неблагодарные. Интересный был сегодня денек. Когда вернемся обратно, никто в школе не поверит, что я видел настоящих динозавров. Не хотел бы я с ними встретиться еще раз. Впрочем, через два дня мы будем уже дома. Вы в этом уверены? На нашем самолете постоянно работает аварийный радиомаяк. А, наверное, от него уже ничего не осталось. Даже если самолет разбился в дребезги и сгорел, все равно радиомаяк приведет спасателей прямо к нам. Или динозаврам в лапы. Успокойтесь, друзья. Земля Ольхоков занимает всего несколько квадратных километров. Так что спасатели легко нас найдут, и очень скоро я вас приглашу в новое путешествие. А сейчас давайте спать. Похоже, спать нам сегодня не придется. Да. Пойду посмотрю на источник беспокойства. Молодой человек, что вы делаете? Вы, конечно, меня извините, юноша, но вас еще самого надо нянчить. Ночь заткала, покрывала Из серебряных лучей задрожала и упала С неба звездочка в ручей. В чаще леса заблудился одинокий светлячок. Опустился и раскрылся сон, как сказочный цветок. Спи, дитя, пусть снится тебе, ласковый мир на грешной земле. Мамины губы и руки отца, ясное небо и жизнь без конца. Добрые сказки, волшебные сны, дальние страны, веселые дни. Спи, дитя, ночь нежна. Храни тебя, Бог. Храни тебя, Бог. Субтитры подогнал «Симон»! Это же не может быть! Субтитры сделал DimaTorzok А это что еще такое? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А потом мальчики знакомятся с девочками и снова все танцуют, танцуют, танцуют. Как хорошо! А у нас нет дискотеки. Да, скучновато тут у вас. Ни дискотеки, ни телевизоры совсем пойти некуда. Джек, а ты знаешь, мне мама рассказывала о священной пещере Ольхоков. Там лежит желтый глаз. Желтый глаз, что это? Это такой камень, который оберегает Ольхоков от беды. Здорово! Покажи мне его! Вообще-то детям туда. Ой, я боюсь. Не бойся! Ведь я с тобой! Пойдем! Я уверен, что маяк в полном порядке. В таком случае мы не сидели бы здесь третью неделю. Друзья, я уверен, что маяк работает. И спасатели нашли бы нас. То есть? То есть радиоволны мешают магнитной аномалии. Именно поэтому о земле Ольхоков до сих пор никто не знает. К сожалению. Кстати, а где вы нашли маяк? Пожалуй, птичка больше никогда не полетит. КОНЕЦ А это, я думаю, нам еще пригодится. Олаф, Акира, ну что там? Все в порядке. Осторожно, профессор. Олаф, откуда у вас это? За отличную службу в армии. КОНЕЦ КОНЕЦ Девчонка с чужаком посмели войти в священную пещеру. Ольхоки будут недовольны. Желтый глаз заставит их снова слушать меня. И кое-кто поможет мне в этом. КОНЕЦ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь все мосты и горы знают, куда идти. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПИТЕ, ДЕТКИ, ПОУСЛЫШИТЕ МОЙ ЗОВ. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рика, а где желтый глаз? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Должен быть здесь. Наверное, его кто-то взял? Его нельзя брать. Будет большая беда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Желтый глаз, слушай меня. Это говорю я, Джурга. О, великая тайна. Верни мне силу. Помоги наказать неблагодарных. Белые змеи ползут по земле ольхоков. Так пусть эта земля задрожит у них под ногами. Пусть камни встанут у них на пути, а зубастые горы расставят их, как червей. Пусть загорятся скалы, и огненные реки заберут чужаков себе. Пусть будет огонь. Много огня! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Хаос правит судьбой, разрушая покой над забытой землей. Пусть гремит гром, меркнет солнца луч, среди черных туч надвигается тьма. Все поглотит она, будет, будет беда. Станут стены огня, силы древних глубин. Желтый глаз разбуди. Пусть вода разливается, пусть скала затрещит, пусть земля содрогается под ногами чужих. Из далеких веков, горных страшных веков, просыпайтесь от слов. Я зову вас. Меркнет солнца луч, среди черных туч надвигается тьма. Все поглотит она, пусть. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Профессор, как вы думаете, это опасно? Никакой опасности нет. У нас в Токио землетрясение каждый день потрясет немного, а потом опять все спокойно. Джек, мне страшно. Не бойся. Пустяки. Обыкновенное землетрясение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Лежим туда. Осторожно, не смотри вниз. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Держись. Ещё немного. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А-а-а-а! А-а-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь зубастые горы придут в посёлок. Альхоки, слушайте меня. Мы погибнем, потому что пленили людей с неба. Они сквернили нашу священную пещеру. Если мы не принесём их в жертву, земные силы отомстят нам. О, мудрейшая! Люди с неба спасли нашу сестру. Альхоки не могут нарушить закон гостеприимства. Девчонку должна была забрать земля. Но люди с неба мешали этому. И теперь земля мстит Альхокам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Братья, сёстры, уходите! Сюда идут зубастые горы! Они идут сюда, потому что ты привела шага в нашу священную пещеру. Альхоки, я спасу вас! Камень! Камень! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Запускай! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Олаф Джек Рика, ты класс, девчонка Когда я вернусь, мы поедем ко мне в Нью-Йорк Согласна? Олаф, быстрее, здесь опасно оставаться Олаф 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 Мой рюкзак! Господин Гейзер, значит, земля Ольхоков находится в кратере гигантского вулкана? Ну, с научной точки зрения, может быть. А как Джурга вызвала вулканическую бурю? Ах, мой юный друг, если бы можно было все объяснить с точки зрения науки, наверное, было бы скучно жить на белом свете. Ах, мой юный друг, если бы можно было все объяснить с точки зрения, может быть. Ну, что ж, мои юные зрители, передачи для детей закончились, пора идти спать. Не хочу спать. Ты слышал, что сказала тетя? Детские передачи закончились, пора идти спать. А что еще в мультик? Скоро Ханука, непослушные дети не получат картофельный латкис. И свечи не зажгутся. Свечи зажигаются, когда люди делают добрые дела. А какие добрые дела я должен делать? Ты? Ты должен слушать старших. А сейчас иди спать. Нашу партию, крайне зеленых, постоянно упрекают за то, что мы решительно выступаем за закрытие всех электростанций. Так вот, от нашей борьбы мы не отказываемся, а электричество будем брать из розеток. Кажется, на сегодня хватит. Мы находимся на земле Ольхоков, открытой профессором Гейзерманом. Недавно здесь построена лаборатория по изучению жизни растений и животных. Я хочу познакомить вас с профессором Бэдли, который является организатором и руководителем научных исследований. А что там делает этот недоучка? Добрый вечер, господа. Меня зовут Бэдли. Здесь, на земле Ольхоков, открываются фантастические возможности для ученого. Для глубокого изучения уникальной флоры и фауны, мы построили эту небольшую, сверхсекретную, сверхсовременную лабораторию. Результаты нашей скромной работы скоро почувствует весь мир. Прекрасно. А как к вашей работе относится местное племя Ольхоков? Об этом пусть расскажет сам бождь. Я вось племени Ольхоков. Я очень рад, что у нас появились новые друзья, которые построили такой большой и красивый дом. Все наше племя полюбило господина Бэдли. Мы с удовольствием танцуем для него. Нас ритуальный танец благодарности. Что же они сделали с Ольхоками? Ведь это же ложь. КОНЕЦ КОНЕЦ Господа студенты, Сегодня мы не будем говорить о животных и растениях, о таинственных природных явлениях и возникновении жизни вообще. Сегодня мы не будем восстанавливать портрет той обезьяны, от которой якобы произошел человек. Тише, тише. Я понимаю, что эта теория сомнительна. Ну что, по-вашему, я должен думать о людях, которые используют достижения науки в своих дурацких целях? Мы изгадили всю землю, и все благодаря достижениям ученых. Единственный клочок чистой природы. И туда влез какой-то проходимец. Неужели я один это понимаю? Нет, профессор, вы не один. Друзья, я не верю своим глазам. Неужели мы снова вместе? Как только мы узнали, что происходит на земле Ольхоков, то сразу же приехали к вам. И правильно сделали. Вы себе даже представить не можете, какой страшный человек этот Бетли. Только я знаю, для чего он построил эту лабораторию. И какая опасность грозит не только Ольхокову, но и всему человечеству. В его руках может оказаться желтый камень, в котором заключена огромная энергия. Ну почему вы не сообщите об этом в полицию? Увы, у меня нет никаких доказательств. Тогда мы должны их раздобыть. Ну что ж, друзья, тогда в путь. Продолжение следует... Эта вещь принадлежит Зунге. А где она сама? И где все Ольхоки? Не нравится мне все это. Мы должны немедленно разыскать лабораторию. Я, кажется, знаю, где это. Вот оно, логово господина Бетли. Нелегко будет туда проникнуть друзья, но мы должны это сделать. Никто, кроме нас, не сможет помочь Ольхокам. Господин Гейзерман, я, кажется, знаю, где они могут быть. Пусть Джек отправляется на поиски Ольхоков. А мы с Акирой попытаемся познакомиться с господином Бетли поближе. А мне что прикажете делать? А вы, профессор, оставайтесь здесь и ждите нашего возвращения. Ольхоково господин Гейзерман, я думаю, она нам не помешает. Эх, чертого техника, вечно что-то ломается. В желудке у динозавра я чувствовал бы себя уютнее. Я думаю, там не намного лучше. Джек! Рика! Не подходи к нему. Люди с неба опасны. Они приносят беду. Рика, Гарсу, что здесь произошло? Почему вы прячетесь в пещере? Когда вы покинули землю Ольхоков, сюда опять пришли люди с неба. Они построили большую каменную ярангу. Они забрали Зунге и отняли у Ольхоков священный камень. Мы здесь потому, что больше не верим чужакам. Я пришел, чтобы помочь вам. Помочь нам может только желтый камень. Мы вернем его Ольхокам. Мы спасем Зунге. Это сделать нелегко. Я знаю. Но мы для этого и приехали. Джек! Джек, я с тобой. Тогда быстрее. Самое страшное, это неопределенность. Все предели. А мне, как всегда, одни волнения. Хм. Интересный экземпляр. Крупная бабочка попалась. Кажется, нам не сюда. Почему не сюда? Это как раз то, что нам нужно. Что вы собираетесь делать? Я попробую подключиться к телекоммуникациям. Странная лаборатория. Да. Это больше похоже на военную базу. Вертолет. Наверное, на случай эвакуации. Это что такое? Атомная пушка? Не похоже. Наверное, это центральный зал. О! А вот и научные сотрудники. Да это же профессор. Добрый день, профессор. Добро пожаловать. Ха-ха-ха. Что это? Как видите, у меня еще не все получается. Система управления этой куклой далека от совершенства. Прекратите этот балаган. Что вы себе позволяете? Ваши люди... Успокойтесь, профессор. Успокойтесь. Прошу вас. Так вот. На чем-то я остановился. Э-э-да. Мы говорили о системе управления. И так вы, конечно, понимаете, что я построил эту лабораторию не для изучения строения бабочек. Я учусь управлять ими. И должен вам сказать, что работа по изучению метода воздействия на поведение живых существ продвигается весьма успешно. Именно для этого и построена наша лаборатория. Так какова же цель ваших экспериментов? Я хочу управлять всем миром. Черт, да вы двери. Так вы ничего не добьетесь. А вам известен другой способ открывания дверей? Известен. Мы можем открыть любую дверь в этом здании. Нужно только подобрать код. Наша незапланированная встреча произошла весьма кстати. Не лез на присутствие такого ученого, как вы, на первом запуске нашей установки. Отсюда я управляю излучателями, которые усиливают энергию желтого камня ольхоков. Поэтому индикатор вы сможете наблюдать работу установки по всем трем уровням. Вы авантюрист, Бэдли. Эта груда железа не сможет оживить камень ольхоков. У вас ничего не выйдет. Совершенно верно, коллега. И я так думал вчера. Но сегодня, сегодня я думаю иначе. Ольхоки, сами ольхоки помогут мне. Только прикосновение рук этих аборигенов заставляет камень работать. Зунге, вы чудовище, Бэдли. Ну что, настоящее чудовище вы скоро увидите. Они соберутся у стен лаборатории, когда я нажму эту кнопку. Должен заметить, коллега, что это самый слабый уровень воздействия. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что там у вас? Все нормально. Кажется, получилось. Я буду пробираться в центральный зал, а вы открывайте все двери. Есть! Первый уровень достигнут. Сейчас мне повинуются все твари на этой земле. А теперь я нажму эту кнопку, и наступит очередь ольхоков. Лика, девочка моя, где я? Еще одна. Эта система мне знакома. Вот он! Шватайте его! Да, ну и ворота. Как же они открываются? Рика, что с тобой? Меня зовет желтый камень. Бежим! Лика, ну что же ты? Итак, мы подходим к главной части эксперимента. Еще немного, и я нажму третью кнопку. Весь мир будет у моих ног. Что вы на это скажете, коллега? Не знаю, как весь мир, но эти зверюшки уже здесь. Кто открыл ворота? Что вы на это скажете, коллега? Ты голливы на нем? Тух! Ах! Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовет желтый камень Пустите! Прочь, облады! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Смотрите! Они улетают! Далеко не улетят Субтитры сделал DimaTorzok 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 Далеко не улетают! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Далеко не улетают! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Я буду сейчас кофе Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня наша съемочная группа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, мультипликация это вид, конечно, очень трудоемкий и очень кропотливый Не все художники могут работать в мультипликации То есть есть люди способные, талантливые Но мультипликация сочетает в себе, видимо, еще и производство Вот, и психологически для художника это сделать очень тяжело Перейти на, поставить свое творчество на поток Рисуется мультипликация, вся мультипликация рисуется карандашом на бумаге и стирается резинкой То есть, какие бы сейчас компьютеры совершенные не были, начинается все с карандаша и с бумаги Значит, мы рисуем на стеклофонах традиционным способом, диснеевским способом Затем скальки перекопируются на целлоид контуровочной тушью Затем этот целлоид заливается с другой стороны краской Затем кипа целлоида, который представляет собой один кадр, снимается на мультстанке То есть, все очень просто Делается фон, тоже традиционным способом, с помощью акварели, задувается аэрографом Вот, все это совмещается, и при съемке мы получаем, так сказать, вот ту самую картинку, которую мы все любим Я смотрю, сейчас у вас идет, кипит работа, активный творческий процесс Вот, ребята все сидят, работают Кем вы сейчас работаете, какие ваши самые ближайшие творческие планы? Сейчас мы заканчиваем буквально наш большой полуметражный проект, с которого, в общем-то, мы и начали работать Это большой фильм, трехсерийный, полуметражный Называется он «В стране Ольхоков» Буквально через полтора-два месяца он выйдет уже, как говорится, в свет Сейчас мы, буквально, идет активная работа над созданием небольшого Три с половиной минуты будет, пожалуй, этот клип для шоу-группы «Мавки» Это новое для них будет Работа очень интересная, хотя там есть свои сложности, но, в принципе, работа очень интересная Вот, а также небольшие рекламки Пока Пока мы не запустимся с новым большим проектом Сейчас многие съемочные группы, вот не только в мультипликации, наверное, и те, которые снимают фильмы игровые, художественные Уже вместе с вами этот ролик И, я думаю, по достоинству сможем оценить уровень одесских мультипликаторов КОНЕЦ Работая с материалами итальянской фирмы Тегало Канадезе У вас всегда найдутся деньги на свежую поросятину КОНЕЦ 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 Где-то же не может быть Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok